Всем привет и сегодня мы с вами установим новый мод, мод называется Weapons on Back. Этот мод выглядит очень реалистично и я думаю, что многие знают, что такая похожая фишка есть на GTA 5 RP серверах, а также скорее всего таким способом оружие будет носиться даже в GTA 6. И как вы уже поняли, этот мод добавляет возможность закинуть оружие за спину. Такой возможности в GTA 5 нету, но есть на данный момент такая возможность носить таким способом оружие в Red Dead Redemption 2. Я думаю, что скорее всего Rockstar неспроста добавили в Red Dead Redemption 2 такой способ носения оружия, и скорее всего таким способом будет носиться оружие и в GTA 6. Поэтому давайте я покажу вам как установить его в GTA 5. Эта скриптовая модификация скачивается с сайта GTA 5 Mods, просто нажимайте загрузить. Дальше вам надо скачать scripthook.net версии 2.10.1, потому что если у вас будет новая версия, этот мод на новой версии scripthook.net не работает. Поэтому, чтобы у вас работал успешно этот мод, вам нужно скачать именно .net 2.10.1. Я на него ссылку оставлю в описании, но если там вас перебросит на главную страницу, то есть может вас перебросить на вот эту главную, то перейдите в самый низ, нажмите вот на третью страницу, там найдете 2.10.1, потом заходите и нажимаете на него, нажимаете здесь zip и скачиваете его. И после этого можете скачивать scripthook.net обычный, его можно скачать в новую версию, там всегда новая версия, скачиваем последнюю. И теперь переходим к установке этого мода. Для начала вам надо установить .net, папку игры GTA 5, там где у вас находятся вот эти все rpfr архивы и так далее. Если у вас есть старый .net какой-то, scripthook.net, вы его удалите с папки игры и установите этот, который вы скачали для работы этого мода, потому что именно этот будет работать с этим модом в Appons on Back. Открываете этот .net и копируете его в папку игры Grand Theft Auto 5, сюда. Опять-таки повторюсь, если есть какой-то другой, там старый удалите, установите этот, чтобы этот мод работал. Закрываем и устанавливаем scripthook.net обычный. bin открываем, input8dl закидываем, он у меня уже там есть, можно его заменить, можно просто закинуть. Кстати, вот он у меня. И scripthook.net тоже сюда закидываем. Можем заменить, либо просто закинуть. Тоже закинули, папку игры GTA 5. Закрываем и установка последняя мода, в Appons on Back открываете его и вот этот файл нужно закинуть в папку scripts. Если у вас уже есть готовая папка scripts, тогда откройте и туда закиньте, но если у вас в папке scripts нету папки игры, тогда надо ее создать новую папку и назвать ее, то есть scripts, так же как и у меня. Я создавать новую папку не буду, потому что, то есть у меня есть папка scripts, если у вас ее нету, просто ее создайте. Откройте папку scripts, потом пустую, либо у кого там есть другие моды и сюда просто закиньте этот мод в Appons on Back. Просто перекидываем его в папку scripts. На вот эти моды не обращайте внимания, их может у вас и не быть, то есть у меня другие еще моды там в игре. У вас может быть просто этот мод 1 в папке scripts и у вас будет работать эта модификация. Ну давайте запустим игру и покажу вам обзор этого мода. Итак, запустилась наша игра и давайте посмотрим, как же будет работать этот мод. Я сейчас оружия никакого не имею, я сейчас выдам себе его через трейнер. Вы можете его как-то покупать, там через трейнер выдавать, в принципе не важно. Выдаем себе все оружие вот так вот через трейнер и вытаскиваем его. Вытащили допустим вот этот коллаж и он пока что не отображается за спиной, но чтобы он начал за спиной отображаться, нужно просто переключиться на другое оружие или на снайперку. На снайперку я переключился, видите, и он у меня появился за спиной, потому что я переключался на этот УЗИ, он за спиной не появлялся. Теперь у нас за спиной появилась снайперка. Скорее всего мод работает так, что мелкие пушки, то есть автоматы можно спрятать куда-то под куртку, а вот эти вот большие, те которые там коллаж или еще что-то, они не прячутся так. То есть видите, у меня была УЗИшка, она уже за спину не пошла, она пошла там куда-то под куртку и так далее. Если я сейчас вытащил коллаж, видите, у меня сейчас коллаж, и я сейчас возьму что-то другое, дробовик, то коллаж у меня пойдет за спину. Вот, все, коллаж за спиной. И таким образом работает этот мод. Скорее всего подобное будет и в GTA 6, потому что в Red Dead Redemption 2 уже давно такое есть. В принципе, от начала выхода самой игры, и все работает, то есть игрокам нравится, я думаю, что многим в GTA 5 RP нравится подобная фишка, и здесь в GTA 5 сюжетки тоже понравится вам. Суть работы мода в том, заключается, что большие пушки идут за спину, а те, которые маленькие, то есть пистолеты, они за спину не пойдут никак. То есть дробовик за спину идет, винтовки, я сейчас пистолет вытащил, он за спину уже не пойдет, если я вытащу, допустим, вот это. То есть, видите, у меня остался за спиной дробовик так же, как и раньше. Но уже вот этот дробовик автоматический, гранатомьет, он пойдет за спину. Смотрите, я сейчас что-то другое поставлю, коллаж. Все, он пошел уже за спину. То есть каждая предыдущая пушка большая, она идет за спину, то есть когда вы ее покупаете, либо же вы даете себе ее через трейлер. Сейчас у меня коллаж, я сейчас помню его на М16, вот этот, и коллаж пойдет за спину. И так же само, допустим, если хотим, чтобы вот этот М16 пошел за спину, давайте попробуем. Нет, он не пошел, потому что, кстати, это из обновлений пушка. Вот это вот последнее обновление, если я не ошибаюсь, как он там называется, гонщики или как-то еще, не помню, честно говоря. То есть эта последняя пушка из обновлений, она уже не пойдет туда вам за спину, потому что автор ее не добавил в свой мод. Нужно ждать обновы, чтобы эта пушка тоже шла за спину. Идут за спину те старые пушки, которые были в самом начале игры GTA V, потому что мод довольно-таки старый. Вот эта снайперка идет за спину, коллаж обычный. Вот этот вот пойдет, сейчас покажу вам. М46, вот этот обычный, тоже пойдет за спину, сейчас посмотрите. Все, видите, тоже он пошел за спину, потому что эти пушки, они от начала самой игры. А дата выхода мода, это еще там какой-то 15-й год, мод относительно уже старый. Пока что похожих модов нету, есть там на LCPDF, но они устанавливаются через Rage Plugin Hook. А скриптовых подобных модов я пока что не видел, только этот. И выглядит он, в принципе, неплохо так. Давайте базуку посмотрим, как будет отображаться базука за спиной. Вот это вот, хоминг лаунчер. Да, ничего себе, нормально отображается. Сверху так. И вот это вот посмотрим, Firework. Ну, он не идет, потому что он, кстати, из поседнего обновления. Пошел мини-ган за спину тоже. Пойдет вот это еще, базука обычная. Если ее за спину положить, сейчас вот так вот, видите, тоже она за спиной вот так вот отображается. Это там никуда не будет запинать, скорее всего. Вот, ходить нормально с этим можно. Хорошо отображаются вот эти вот пушки, которые М46, калаш и так далее. Модификации МК-2, скорее всего, за спину тоже не пойдут. То есть и вот это вот, если мы поставим... Да, МК-2 не пошла, остался этот карабин рифл. Пойдет только вот этот обычный калаш, первый, Асаут Рифл. Если его выбрать, и потом на вот этот вот переключится карабин. То есть, видите, он уже за спину пошел. Неплохой такой мод, кстати, я вам скажу, что, в принципе, неплохо с ним так и играть. Добавляет реалистичности, потому что все пушки нельзя положить, по сути, в реальной жизни. А так-то вы его положили. Видите, что магазин он снял. Магазин у него где-то там находится в кармане где-то. Давайте еще на поседок посмотрим, как это будет отображаться с кастомной одеждой. Я сейчас его себе заспавню. Допустим, какую-то кастомную футболку. Вот это вот, Суприм. Заспавнили, видите, тоже нормально отображается Супримом. Кстати, тоже работает этот мод, если вы, допустим, ставите... Переключаетесь после какой-то одной пушки, переключаетесь на безоружной. Или, допустим, калаш вытащили. Хотите, чтобы калаш отображался, но не хотите вытаскивать другую пушку, тогда просто приключитесь на кулаки. И калаш автоматически уйдет за спину. И таким образом работает этот мод. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Установка этого мода. Кстати, там многие писали автору в комментариях, что он не работает. Но я вам показал рабочую установку, поэтому, если она вам понравилась, подписывайтесь на канал. Установка простая, но нужно знать, что куда устанавливать. И он у вас правильно установится. Всем спасибо за просмотр.